Чтобы какую-то болезнь вылечить, нужно знать диагноз. Пока диагноза нет, а самое ужасное то, что люди даже не предполагают, что они больные. Когда человек не знает, что он больной, ему говоришь, а он не слышит, он не понимает, ему и так хорошо. То есть мы так устроены, что нас можно к чему угодно приучить. Вы знаете, некоторые люди, вот я работал в зоне строгого режима, был студентом и там перерабатывал. Ну, свободный человек, рядом общежитие, рядом зона, можно было там работать. Я там немножко работал. Так вот, там люди были такие, которые всю жизнь сидят в тюряге. И когда их подходит срок выпустить, они страдают, мучаются там, чуть не плачут. Один даже там себе сделал там убежище, чтобы его не выгнали из зоны. Ему там хорошо, он привык в этой зоне жить, ему нормально. А его выгонят скоро. Как я там буду? На свободе-то. Я не хочу на свободе. Вот кончилось с тем, что его искали-искали по зоне. Потом поняли, что зима, холодно. Значит, у него там, скорее всего, отопление где-то, электричество проведено. Отключили электричество. А он там песни поет. Пьет, поддает там водочку, да, и греется, и песни поет под землей. Там сидит в своем погребе. Нашли ее, выпустили. А он плачет, говорит, куда вы меня? Я здесь, это дом мой родной. Но вот примерно то же самое с нами происходит в городе. Мы даже не представляем, что есть какая-то другая жизнь, которая совершенно другая. И другая психика, и другое состояние духа. Все другое. То есть мы уже вошли вот в этот ритм. Вы знаете, вот вчера мы когда говорили, как надо усваивать, как нужно пользоваться знанием. Как усваивать знания, как работать с книгой. То есть все это мы вчера разбирали. Я хочу, чтобы вы этому научились. Если мы этому не научимся, мы ничего не поймем вообще. Ничего. Ведь что с нами делает городская жизнь? Что делает? Она заставляет нас насильно принимать те ценности, которыми человек не должен вообще жить. Никак. Это не наши ценности, не человеческие ценности. Это ценности не до людей. Это огромное стойло. Это устроено, жизнь так размеренно устроена. Причем так она устроена. Интересно, что из стресса в стресс человек проходит вот всю свою жизнь. И разрушается здоровье. Даже не столько самим питанием, водой, воздухом, всеми остальными электромагнитными полями. Это долго рассказывать стрессы. Постоянно в городе идут стрессы. И человек, живя в городе, он постоянно его видит от стресса. Он в стоячем стрессе живет. Стресс постоянно. Это такая волна стрессовая. Чуть ослабеет стресс. Чуть ослабеет стресс. Сел на машину, стрессы кругом. Вот приехал домой, там жена тебя ждет. Там жена тоже вся наэлектролизованная. Напряжение, напряжение, бесконечное напряжение. Потому что огромная масса людей и отрыв от природы. Значит, сейчас вот, ну, немножко я сейчас вспомнил то, что вчера мы говорили, чтобы вас, так сказать, ввести в эту волну. А сейчас поговорим о другом. Дело в чем. Вот какая-то сила заинтересована в том, чтобы была огромная вот эта вот мощная империя, созданная, сотканная из мегаполисов. Мегаполис на мегаполисе. Посмотрите, разбросано. По всей планете такие вот города огромные стоят. По 12, 15, по 20 миллионов. Это ужас просто. Москва это еще не самый большой город. Дело в чем, что техногенная цивилизация, она нуждается в рынке. Ей нужен рынок. Нужно что делать? Нужно постоянно сбывать товар. Вот это колесо раскручено, оно крутится, крутится. Высасываются деньги из людей, да, а товар, товар нужно гнать, 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 гнать как можно скорее и как можно больше. Вот еще 19 век, начало 19 века, когда вот все это началось, вот эта раскрутка, тогда еще у людей какое-то было понятие, что все, что старое, все, что отработанное, все, что достигнуто страданием, там, людей, традиции, все это имеет ценность. Старинное оружие, например, булатное, оно ценилось. Одежды старинные. Бывает, что вот женщины там в деревнях, например, они шили золотом, шили жемчугом, они очень красивые платья делали из шелка, делали из льна, который не уступает шелку. У нас, например, на Руси. Они делались так, вот бабушка начинала, даже прабабушка начинала вышивать какое-то платье, носила его, потом его дополняла уже дочь, потом уже внуки, внучка делала это. То есть, понимаете, вот традиционная одежда, она была столетиями, она почти не менялась, она только украшалась, вглубь уходило все это творчество человека. А если такое запустить в городе, то, понимаете, остановится производство. Значит, надо что? Как можно скорее вертелось колесо. Сегодня ты купил машину, завтра ты ее выбросил. Взял новую. Это классно, это хорошо. Новая всегда лучше старого. Вот наша сейчас, раньше говорили, старая всегда лучше нового. Отработанная, старинная, все это отлично, да? А сейчас? Сейчас все наоборот. То есть, у нас перевернутое сознание в городах, хотя мы этого даже и не замечаем. Вот был такой один в средние века, один философ и монах одновременно. Он, видя, что происходит, его звали Труклиан, он высказался, вот я сейчас вам прочту. Торговля, проявление корыстолюбия, это удел людей жадных и алчных. Торговля не нужна людям. Вот, казалось бы, что он сказал? Он вроде бы ничего не сказал. Мы же все торгаши. То есть, оказалось, что вот городская цивилизация делает человека из накопителя, превращает его в торгаша. Если он не будет торговать, он уже все, он уже не вписывается в эту цивилизацию, в код этой цивилизации. А чтобы торговать, чтобы без конца вот эта машина вертелась, нужно брать где-то ресурс, где-то брать ресурсы. А где их взять? А это природа. То есть, что получается? Городская цивилизация, вот эта мегаполисная цивилизация, она объявила войну всему живому. То есть, фактически объявлена война Творцу, Богу. Все, кто здесь сидит в зале, вы хотите или нет признавать это, я вам прямо говорю, это вы фактически бойцы фронта антитворения. То есть, вы сражаетесь с самим Богом практически. И вы сами этого даже не понимаете. Живя в городе, вроде бы ничего плохого не делаете, вроде бы. Но вы ходите, покупаете, вы одеваетесь, вы питаетесь, вам надо как-то жить. И все это оправданно, детей воспитывать, детей надо кормить. А получается, что город ничего не дает, он только берет. А ресурсы планеты, они какие? Они же имеют конец. Планета не может, это ограниченность планеты. Вы понимаете, планета это космический корабль, который летит в космосе. А мегаполис, мегаполис только может что? Брать, брать, брать. И цивилизация, вот эта техногенная цивилизация, раскрученная на такой скорость, такая огромная скорость ее, да? Настолько она быстро сейчас работает, что фактически гибнет все на земле. Гибнут. Самое страшное, это самое вот, некоторые говорят, самое главное это нефть. Газ, газ, нефть. Вот даже посмотрите, что у нас в России творится. Ведь у нас вот эти газовые месторождения нефтяные. Ведь надо думать о будущих поколениях. Но о будущих поколениях надо думать или нет? О наших детях, о наших внуках, о правнуках. А мы думаем об этом? Мы, у нас если есть вот этот газ, надо всем его дать. Все, выкачать все из наших недр. Всю нефть, весь газ. Срубить весь лес, уничтожить все. С территории Украины сейчас про это молчат, не говорят. Вот там отличные черноземы, сейчас на запад ввозится чернозем. Снимается верхний плодородный слой и увозится на запад. Там у них почвы уже уничтожены. Там у них ничего не растет. Огромные эти вот самые составы идут. Груженные почвы с Украины. Хохохлы продают свою почву. Но ведь то же самое было при Гитлере, когда захватили территории Украины, Белоруссии. В Белоруссии там почва похуже, но на Украине хорошие. Кубанский чернозем, ваш чернозем, отсюда немцы пытались ввозить в Рейх. Огромными составами. У них тогда уже с почвы проблема была. А здесь, пожалуйста, здесь все живое. То есть ресурсы, ресурсы уничтожаются с огромной скоростью. У нас на планете ресурсы воды какие? Всего 1% пресной воды. Вот на всю планету 1% пресной воды. То есть это почти ничего, понимаете, 1%. Эту воду надо беречь, надо ее сохранять. Надо делать все возможное, чтобы эта вода досталась будущим поколениям. Чтобы она была чистой. Я вам только одну вещь скажу, страшную цифру. Вот у нас на севере, вот Ямало-Ненецкий национальный округ за последние 10 лет 2,5 тысячи малых рек погибло. 2,5 тысячи, они впадали в Опь, они впадали в Тромаган, в Аган, в Вах, в Пур, в Тас. Там большие реки текут. Они туда впадали. Сейчас их нет. Этих рек просто не стало. Их запоганили отходами вот этого нефтепромыслов, понимаете. Там что-то туда только не сливали. Там я даже не буду рассказывать. Хорошо, если еще нефть. Это еще ладно. Там еще хуже, чем нефть. Там такие вещи, что... Ну, например, едкий натр, например. Там все погибает. Щелочь натуральная. Вот когда мы проходили через Обскую Губу на своем корабле. Тут у меня один человек есть, который со мной вместе шел. Вместе мы все видели своими глазами до Салихарда. То мы от ненцев узнали страшное. И ненцы, и русские рассказывают, что слили в Обскую Губу сотни тонн. Кто, сколько, никто точно не знает. Но столько было слито этого едкого натра, что всплыла рыба. Остров рыбный всплыл, который шел в океан. Мертвая рыба плыла. Несколько недель она шла, эта рыба мертвая. Там тюлени умирали, там все живое. Рыба это нельма, это муксун, это пыжьян, это щекур. Такой рыбы, которую вы никогда не ели. Потому что это бесценные породы. Нельма это царица всех рыб. Вкуснее ее ничего нет. Это лосось пресноводный. И все это ушло в океан, и погибла Обская Губа. Кто-нибудь за это ответил? Никто, ничего. Нет, дороже всего. Понимаете, городская цивилизация, вот эта мегаполисная, она уничтожает все вокруг.